Полина Анатольевна посвятила работе преподавателя 27 лет, пройдя путь от инженера до профессора кафедры. В настоящее время под ее руководством защищено около 50 выпускных квалификционных работ, порядка 15 магистрских и 8 кандидатских диссертаций. Эмоциями она поделилась с нами по телефону. Я сейчас нахожусь за пределами нашей республики, за пределами Саранска, и узнала от коллеги, который меня вчера поздравил. Конечно, очень рада с той высокой награде. Я хотела бы выразить большую благодарность руководству республики, руководству нашего университета и очень большую благодарность коллективу, коллегам. Потому что я считаю, что любая награда, и особенно такая высокая, это труд целого коллектива. Отметим, что педагогический коллектив МГУ имени Огарева активно занимается научной работой. Награды и гранты получают достаточно часто и с их помощью реализуют значимые для республики и страны проекты. Почетная грамота Полины Рябочкиной пополнила копилку достижений вуза. Второй наш земляк, удостоенный высокой награды, учитель физики и астрономии из Краснослободского села Гумны Александр Шипелкин. Педагогике он посвятил без малого два десятка лет. Первые пять лет отработал в малокомплектной школе в селе Зайцево в Ефаевском сельском поселении Краснослободского района. Перешел в более близкую силу Шаверскую школу, отработав там еще два года. Ну и вот уже 12 лет работаю в своей родной школе, в которой сам учился. И, в общем, 19 лет получается старше у меня работы. За 19 лет своей работы Александр Шипелкин воспитал не одно поколение учеников. С его помощью школьники готовились к Олимпиадам по физике. А когда три года назад обязательным предметом в школе стала астрономия, начал вести и ее. Так как я физик, мне достался предмет в астрономии. Ну, в школе, когда я сам учился, предмет этот изучался. Я его изучал, экзамен по нему сдавал. Интерес есть, конечно. Все в интернете не узнаешь. Надо на улице выходить, смотреть на звезды, на Солнце. Еще в советских времен у нас оставался телескоп, оставались карты звездного неба. Ну, то, что сохранилось, как говорит, в тех времен. Объявленная благодарность президента России Владимиру Путина стала для учителей из Мордовской глубинки неожиданностью. О награде я узнал из средств массовой информации. Действительно, сначала был, так сказать, ошарашен. Может, мы ошиблись, как-то позвонили, как-то не так. Но вот сказали, что приказ от 15-го числа президента Российской Федерации о награждении. Вот приказов я тоже нашел. Действительно, там я есть. Два года назад Александр Шепелкин стал победителем республиканского конкурса «Учитель года» и представлял нашу республику на всероссийском этапе. Семинары и форумы для него обычное дело. Нередкие победы в них. А в 2019 году Александр Шепелкин был удостоен гранта президента.